Руслан Левеев показывает собственную телестудию группы расследователей Конфликт Интеллидженс Тим. Эта команда помогла Билинкет найти фотографии, доказывающие, что БУК, из которого был сбит рейс МХ-17, принадлежал 53-й бригаде ПВО России, дислоцированной в Курской области. Сейчас Левеев хочет учить расследовательским навыкам на канале в Ютуб. Здесь мы в основном будем снимать обучающий онлайн-курс, он уже снимается, поскольку мы стремимся как-то распространять те методики, которые мы используем в расследиях среди общих масс, чтобы этими методиками владели не только какие-то специальные военные аналитики, но и журналисты, и просто активисты. В 2006-м Левеев проходил практику в следственном отделе при МВД, а в 2011-м оказался в команде оппозиционера Алексея Навального и придумал, как сделать так, чтобы Роскомнадзор не сумел заблокировать сайт Навального. В 2014-м году Левеев нашел себе новую задачу — разоблачать фейки российских СМИ о войне на Донбассе. Изначально даже наша команда сети, она называлась по-другому, она называлась «War in Ukraine», то есть «Война в Украине». Мы тогда наивно полагали, что, в принципе, на войне в Украине, в принципе, текущая политическая ситуация в России и закончится, то есть что-то произойдет такое, что кардинально изменится. И когда только украинская война стала замороженной и появился новый конфликт уже в Сирии, тогда мы поняли, что мы здесь надолго с нашей работой по военной аналитике, и тогда мы переименовались в конфликт «Катальжестин». Сотрудники CIT обнаружили, например, факт использования российскими ВКС в Сирии, запрещенных международными конвенциями кассетных бомб. Российский государственный канал RT показал их в своем сюжете, но позже кадры удалил. А вот настоящие имена Петрова и Баширова, то есть сотрудников ГРУ Чипиги и Мишкина, причастных к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в 2018 году группа «Беллинкет» нашла вместе с журналистами российского издания «Инсайдер». Первой их громкой совместной работой стало расследование по сбитому Боингу. Да, слушаем, блядя. Алло, Николаевич, а куда нам эту красавицу загрузить, Николаевич? Которую? Эту? Да, да, что я привез, я уже в Донецке. Это я, о чем я думаю, да? М, которая? Да, да, да. Ой, БМ. Да, 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 я понял. Ты нашел этот... Тростров, я договорился, и экран. А будет сегодня, да? Да, 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 во сколько, да. Ну, чем раньше, тем лучше, у нас загрузить, заматкировать и увезти. Эти переговоры, на которых обсуждается доставка российского бука в Донецк, были перехвачены Службой безопасности Украины. Установить, кто скрывается под позывными «Дельфин» и «Орион», смогли журналисты редакции «Инсайдера». Мы случайно начали обсуждать всю эту ситуацию просто в Твиттере, в реплаях. И в течение нескольких месяцев мы установили сначала первого из них, им оказался генерал-майор Николай Федорович Ткачев, то есть один из наиболее высокопоставленных российских военных. И вторым оказался тоже очень интересный персонаж, высокопоставленный офицер ГРУ Иванников. Он был аж целым так называемым министром обороны Южной Осетии. Ткачев и Иванников могут войти в число тех, кого Международная следственная группа официально обвинила в убийстве 298 пассажиров рейса MH17. Следователи продолжают поиск причастных к катастрофе. «Инсайдер», который теперь специализируется на журналистских расследованиях, в 2017 году получил премию Совета Европы за вклад в развитие демократии. Но официальные российские власти, выводы журналистов и волонтеров из «Беллинкет» продолжают называть фейками. Так называемые журналистские расследования «Беллинкет» искажают объективные факты. Представленная информация имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных. Издание «Инсайдер» и группа «Конфликт Интеллидженс Тим» существуют на деньги грантов из-за границы. В самой России на работу расследователей отвечают угрозами и преследованием. Когда был разгар украинской войны, когда еще она не была заморожена, когда были прям активные боевые действия, и мы о них писали, тогда угроз было очень много, и они регулярно поступали, звонков мне лично, с угрозами того, что тебя убьем или еще что-нибудь такое сделаем. Замечали и след прослушки, и какое-то наружное наблюдение за нами где-то на улицах. У меня были постоянно проблемы при сечении российской границы, то есть меня на границе всегда останавливали, и очень подробно все допрашивали, куда я еду, зачем, копировали мои документы, копировали документы моих спутников, кто со мной едет. Дважды на меня пытались возбудить уголовное дело, и меня вызывали на допросы в МВД. Если ты работаешь журналистом-расследователем в России, то ты по умолчанию понимаешь, что твоя работа довольно рискованная, и здесь надо просто изначально выбрать профессию. Либо ты журналист, тем более журналист-расследователь, либо ты просто не журналист, и тогда живешь жизнью обычного человека. Сейчас конфликт интеллиженс-тим следит за действиями в Сирии, российских военных и частной военной компании «Вагнера», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. «Инсайдер» темы своих новых расследований старается не анонсировать. Алексей Александров, Алена Вершинина, Никита Борисов и Сергей Корсаков. Настоящее время. Москва. Продолжение следует...